всем привет 14 октября снова приехал на рыбалку сегодня на на пруд делать обычно щук ловим здесь вот один человек уже этот до меня поймал уже три щуки вот только приехал вот такие вот хорошие смотрите вот такие где-то около килограмма размером рыба поймана на твичинг то есть это воблер и вот такая вот проводка видите он твичит то есть такие подергивания там получается воблер заныривает и очень результативно кстати рыба поймана всего за час у меня есть воблеры тоже можно будет попробовать но я этот хочу вот эту снасть разловить каст мастер которая называется вот такая вот у такая вот у меня еще мэпс есть посмотрим в общем у человека разрешение спросил он не против чтобы я поснимал видео будем в общем этот battle устроена да этот да он согласен battle короче сегодня battle будет каст мастер и мы обстрете против воблера против твичника но я обычно равноверную проводку делаю посмотрим всем приятного просмотра так ну что прошло где-то около двух часов с того момента как начали рыбачить в паре с рыбаком прошли вид по всему берегу сделали около сотни проводок наверно он методом твичинга с воблером я на каст мастер на мэпс 3 ни одной поклевки не было сейчас вот решил чайку попить горле пересохло очень много работы проделали по поиску рыбы но результата нет пока сейчас человек попью возможно может еще поседону надо попробовать задобрить может из поседона задобрить может потом поклевки будут так ладно всем приятно чаепитие поседону тоже налью здесь вот на бережку сейчас чайку попью и продолжим может быть после чаепития что-то будет клевать обычно так бывает вкусный горячий чай ветер очень сильный но все равно погода лучше чем вчера вчера солнышко не было сегодня хоть немножко солнышко есть получается вот рыбак приехал в течение часу первого пока рыбачил три хвоста взял а потом как отрезала ножом вообще ни одной поклевки еще несколько рыбаков было они все испарились потому что не клюет все говорят то что не клюет ничего не окунь и щука ну не знаю сейчас каждую минуту может рыба активироваться поэтому надо надеяться все протяжка сделал в берег пошел что далеко еще наверно ну а значит клюет он если хочет клюет а если хочет клюет горю это уже 16 октября выбрался вот на такое большое водах водохранилище коробки называется в республике татарстан как видели на прошлой рыбалке пытался щуку поймать на с помощью мэпса с помощью к каст мастера но поклевок не было у того рыбака который вот три рыбы поймал до моего прихода вот он в течение часа рыбачил поймал три щуки потом мы вместе сходили он тоже тем же способом которым поймал эти три щуки больше у него не было поклевок у меня тоже ни одной поклевки не было мы где-то походили часа где-то два-три часа там сотни наверное проводок сделали но не было поклевок сегодня снова приехал на карпа попробовать на сазана как видели сейчас вот по соседству рыбак взял одного но когда я приехал у них спросила не горит клёва вообще не было здесь люди сидели двое суток то есть ну карпятники они закармливали сидели ждали у них там буквально одну рыбу две они небольшие взяли то есть вообще клёва не было сейчас самое классное то что я увидел поклевку то что увидел рыбу и по соседству тоже взяли одного карпика а дело в том что уровень воды упал на этом водохранилище вот видите сейчас я вам покажу вода была вот здесь вот было вот и буквально за ночь рыбаки говорят то что вы прямо ушла вот туда под камыши то есть на метр отошла даже на полтора метра от берега линия воды ушла ну не знаю как это скажется на клёве так сейчас сезон должна рыба хорошо клевать к зиме готовится на все таки посмотрим надеюсь что то что то удастся поймать сейчас время пол одиннадцатого дня а пол двенадцатого обед доходит я планирую где-то часа четыре пять посидеть до заката и если повезет какая-то рыбка повторюсь попадет на крючки как обычно насадил горох на пружину забил смесь от компании карпа мания там с водичкой замешал со вкусом кукурузы со вкусом там еще какие-то там разные добавки потом я вам покажу с клубникой там еще кстати есть вот ну стать такая вот сейчас только осталось ждать ветер очень сильный ветер со спины не очень хорошая для рыбалки но как видели рыба то есть рыба клюет карповая рыбалка она такая здесь все дело в терпении надо ждать ждать и надеяться сейчас чайку попью там посидону тоже чайку налью всем приятного просмотра в общем сижу в машине пока время 20 минут первого сначала рыбалки прошло где-то около двух часов наверно ну примерно полтора-два часа пока ни одной поклевки не видно на улице ветер очень сильный поэтому в салоне автомобиля думаю лучше время проводить чуть меня даже немножко продуло мне кажется мне как бы это кого-то горло болит вот начал этот налил себе чая горячего сижу в машине чай горячий пив всем приятного чай пить и с собой еще взял магазине выпечку с посижу пообедаю время есть еще на рыбалку где-то два-три часа может что-то клюнет но пока вообще поклевок нет вообще не намека на то что рыба есть и у рыбаков которые слева справа тоже у них вот они там по одной по 2 рыбы рыбы поймали как бы ну при мне вот одного карпа я вытащил он еще до этого этот рыбак поймал одного подлещика и все пока пока глухо вообще ни одной поклевки вон карась попался карась карась смотрю крупный такой крупный хороший до килограммовый карась о здоровый пузатый такой вот у соседа еще попался карась крупный килограммовый мои донки молчат пока сейчас один рыбак сначала вытащил карася даю как видели потом еще другой рыбак тоже пару и поймал я между ними сижу у меня ни одной поклевки нету вот думаю что-то происходит наверно интересно обычно же у меня клюет когда другие рыбаки рядом бывает у них не клюет вот думаю в чем причина интересно последний рыбалки я начал использовать покупную прикормку снасть вытащил одну но я сейчас и другие вытащу перекидывать буду сейчас где-то уже три часа с начала рыбалки прошло два с половиной надо перекинуться снасти достать проверить может где-то горох сбили может еще что-то в общем лучше перекинуть думаю сейчас аттрактант вот такой добавил для для ловли рыбы написано усилитель вкуса сюда прям в эту кашу в эту смесь короче вот прикормочную добавил и конопля пшеница вот кукуруза натуральная здесь такая смесь тоже перловка ее тоже добавил то есть немножко попробую повкуснее сделать кашу может быть в этом дело сил так чтобы автомобиль меня прикрывал от ветра но что ветер ужасный сильный прямо сейчас сильный-сильный так вот кормушку почистил от старой прикормки от предыдущей сейчас посвежие повкуснее думаю заряжу может будет какой-то результат горох тоже более свежий поставлю у меня два вида горох один более старый другой более свежий сейчас вот посвежие попробую поставить так как обычно вот это плев один крючок в кормушке другой поводок чуть дальше стоит выше кормушки все снасть готова сейчас закину и даже трудно на ногах стоять ветер сносит с ног сбивает так ну давай поседон который день ты у меня уже испытываешь меня надеюсь хоть одну рабу дашь мне сегодня давай ловись карпушу большой при большой штормит конечно конкретно сегодня осень какая-то ветреная в этом году октябрь по крайней мере как видите снасть далеко было заброшено долго вытаскиваю сейчас это тоже заменю так конечно обидно когда вокруг тебя силуэт у тебя ни одной поклевки я понимаю бы хотя бы там хотя бы какая-то поклевка холостая была бы хотя бы намек на рыбу но не тоже так все здесь готова тоже на снасть старая перебрасываем и так ну давай ловись карпушу большой при большой спасибо вам пораду нас трофеем о какой дальний заброс сейчас получился еще ветер сзади подгоняет этот снасть чтобы дальше улетала начал донку вытаскивать там то ли зацеп то ли то ли рыба есть очень непонятно то ли в бровку куда-то зацепилась пока непонятно как будто нагрузка есть какая-то может рыба есть хотя не сопротивляется нет нету рыба просто какой-то задел был за бровку наверно не знаю а но а 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 он что-то на это зашел до походила но в сторону ведет он обе зашел на обе зашел есть такой поинтереснее уже поинтереснее говорю не крупный но такой нормальный уже да даже треск был я слышу что-то затрещал там вот он любили смотри светлеет водичка остывает а там крупнях ходит вот это это ну там волна туда бьет он больше там будет больше там по сердце если помни карпан ему там интересней ну а здесь тузики лазит наших местах пожалуйста вот 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 вон сторону ведет куда-то вот здесь как засасывает вот вот сапоги не сапоги можно оставить так чумаза как поросенок здесь все-таки нет нет клюет да нет нет поклевывает крючок какой-то нашел он каша рабочая ну да можете знал что этот покупную поставим может за это поклевок нет что спасибо от души ладно солнце все ближе и ближе к горизонту закат бы сейчас время 4 часа вечера скоро темнеть насчет так вот прям на самом закате есть последняя последняя надежда на то что будет какая поклевка вот посмотрим прямо закате будет ли что-то но самый главный опыт сегодня получен то что возможно в прикормке дело то что покупная не всегда это лучше чем то прикорм который сам делаешь сам варишь из пшонки из перловки у меня вот такие вот мысли вы кстати в комментариях напишите тоже как вы думаете может быть ли в этом дело или бы просто или просто этот я не попал на рыбу так ну что друзья рыбалка закончилась я вот свели все вещи собрал еду домой потихоньку ну по рыбе у меня 0 сегодня я ничего не смог поймать слева справа от меня рыбаки рыбу поймали я бы не сказал то что прям много но все равно от нуля ушли там по три по четыре карпика взяли ребята такие килошные небольшие экземпляры килошные появилась информация то что от знакомых рыбаков тоже то что на противоположном берегу куда дул ветер то есть там где рыбаки стояли им в лицо дул ветер поймали карпа на 8 килограмм даже 1 на 3 с половиной 1 на 8 то есть но это я знаю по практике да то что нужно вставать с донками там где ветер в лицо это по правилам ну как бы этот если вы хотите как было чтобы максимально лучше клев был я думаю то что я рыбу не поймал из-за того что я использовал покупную прикормку возможно потому что слева справа от меня рыбачили не на покупную они сами варили пшонку с перловкой обычно я сам тоже пшонка с перловкой варю и рыбачу на нее но вот в этот раз я покупную что-то решил использовать и вот возможно из-за этого посидон не стал мне рыбу давать всем большое спасибо за просмотр очень важным ваши просмотры ваши лайки есть хотите можете ставить как бы ну там это на ваше усмотрение как бы сами смотрите если поставить будет приятно как бы мне вот так вот я с вами увижусь на следующей рыбалке в следующем видео надеюсь скоро основу удастся выбраться если получится на домке там кто еще съезжу если не получится уж там будем смотреть по хищнику там со льда уже там через пару недель уже лед будет у нас потихоньку вставать думаю недели две-три и будет лед уже так что вот так вот ладно всем пока